Приветствую вас, давайте разберем вопрос, который вы написали. Значит, как вернуть любимого? Ну, тут сразу к вам несколько таких наводящих, я надеюсь, вопросов. Вот, ага, значит, если любимого вы возвращаете, то, очевидно, что он ушёл. Если он ушёл, то он из-за чего-то ушёл, вот. Ну, то есть, какие-то были между вами обстоятельства, вот. Из-за которых он ещё с вами не был. И очень важно понимать то, насколько эти обстоятельства сейчас устранены. Удалены. Потому что, если нет, то, вернув, мужчину, вы можете, конечно, можете его вернуть. Но, вернув его, вы можете опять его потерять. По той же самой причине, по той же самой причине, что играть. Из-за чего он, собственно, ушёл. Дальше. Как, э, так, во-первых, он женат, во-вторых, я тоже уже замужем. Ну, забегая чуть вперёд, хочется сказать, что мужчина был женат, когда вы с ним встречались. И если он был женат, то он, в общем-то, в полноценных отношениях с вами никогда не был. Но, если вы считаете в отношении с женатым человеком, то это априорит значит, что, скорее всего, скорее всего, вы обладаете заниженной самооценкой. И наша заниженная самооценка, как бы, мотивирует вас на то, чтобы выступать в отношениях с теми мужчинами, которые не могут дать вам серьёзных отношений, с которыми вы не будете счастливы. То есть это такой вот, получается, своего рода запрет на счастье в личной жизни. Ну, не в личной жизни, а запрет на счастье в отношениях. Потому что с тем мужчиной, с которым у нас есть чувства, вы не можете быть вместе, вы вместе с тем мужчиной, с которым у вас нет чувства. И, соответственно, всё хорошо. В кавычках. Очень важно понимать природу чувств мужчины. Какая? Какая направленность у этих чувств? Какова природа этих чувств? Связано ли это с потребностью получать или связано ли это с потребностью отдавать? В вашем случае, мне кажется, больше первым. С потребностью получать. Потому что вы вступаете в следующие отношения, собственно говоря, выходите замуж, ну, для того, чтобы что-то получить. Вряд ли для того, чтобы что-то отдавать. Желая бы отдавать что-то своему молодому человеку, вы бы не переживали по поводу появления вашего бывшего мужчины. Который, кстати говоря, до сих пор женат. Дальше. Мы с ним встречались пять лет назад, я родила дочь от него, но он был на тот момент уже женат. Всё было нормально, но потом, наверное, начал ухаживать другой мужчина. А что именно было нормально? Вы расширяете от мужчины, который женат, уже принять другую семью. Что нормально? Вы по сути дела оставляете ребенка без отца, родного. Что нормально? Вы расширяете от человека, который не с вами. Вы это считаете нормальным для себя. Но вспомните свои ощущения, когда это происходило. Вспомните, как вы себя чувствовали. Нравилось ли вам это. Самое главное, почему вы считаете, что вы достойны? Вы достойны того, чтобы быть мужчиной, который не слабый. Нет. Одно дело, если вы просто находитесь в ничего не обязывающих отношениях. Это один момент. Это более чем обстоятельства в жизни бывают разными. Но тут. Другое дело, если вы хотели родить ребенка, к примеру, для себя. Просто хотите родить и стать матерью. Конечно, у нас тоже есть вопросы. Наползиться более-менее понятно, что здесь, ну, совсем не только наш вид. Пять лет вы тратите на человека, который жена. Рожать от него ребенка. Потом это мама начинает ухаживать в другом, в другом мужчинах. И вы решили, что попробуйте. Что именно попробуйте. Вы не пишите, что именно. Но, может быть, вы имеете ввиду, что я попробую получить наконец то, что хочу. Возможно, я этого и не люблю. Возможно, что-то другое. Мой любимый мужчина, мой любимый был против, что он как-то, что он как-то меня отпустил. Не очень понятно. Мой любимый был против, как-то меня отпустил. Да, вы как себя позиционируете, что вас можно отпустить. То есть, это значит, что вас отпускают. Вы сами корректируете свое поведение. Сами сознательно совершая себя в субки, что вас можно отпустить. Опять же, любимый, у которого есть жена. Ну, может быть, он ваш любимый. Но, любимый ли вы его? Не понятно. Я решил все рассказать о вашей жизни. После моего поступка он пришел за нам общаться, только когда я звонил по поводу ребенка. Рубила 44 раза за 5 лет. Тут вдруг сам объявился, дал надежды, но это проблема. Мне так хочется начать все сначала. А что именно начать сначала, если вы замужем? Ну, если вы хотите начать сначала, то А вам нужно проанализировать свои ошибки. Б вам с мужчиной нужно расстаться со своими супругами. Вам со своим супругом. Ему со своей супругой. Тогда давай что-то получится. Обыкнешь. Ну и как вы расцениваете тот факт, что мужчина появился, подал надежду, что это значит и пропал. Тогда нашел, что вы ему нужны. Что он вот своим исчезновением демонстрирует то, что вы ему нужны. Так вы это считаете? Или как? Я хотел бы понять. Как быть в этой ситуации, чтобы что? Чтобы вернуть любимого. А насколько адекватно реальному миру, реальности, ваши и его подобные цели. Вот что, на мой взгляд, необходимо определить. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешится. Хотя я рекомендовал бы вам, конечно, взять несколько консультаций. У психологов для того, чтобы разобраться в себе. В своих целях. В том, что вы хотите. Точно. С Meredith и что. А с Dёма Long